Здравствуйте всем! Решила я вам поздрить один такой замечательный фотоаппарат, который у меня имеется, аж 1996 года. И как бы он даже сделан там, где и должен был быть. Не знаю, где сейчас он делается, возможно, что в Китае. И, возможно, вам что-нибудь такое говорит, имя, слово, словосочетание, Линда Истман Маккартни, уже покойная, жена Пол Маккартни. Не помню, сколько у него жен было, а вторая она была, или третья, или как там, или официально первая, а до этого была просто подружка. Когда-то я, конечно, увлекалась Битлз, у меня даже книжечка из всей коллекции одна, может быть, даже две еще осталось из этой серии. Но все-таки видос не о Битлз, но, возможно, кто-нибудь из вас, мои дорогие зрители, мимо проходящие подписчики, или просто так вот, случайно наткнувшиеся, то же самое, что мимо проходящие. Знаете, Битлз, или слышали, когда-нибудь, или слушали, или увлекались творчеством. Короче говоря, я говорю о Истман Кодак. Где оно у нас тут? Компани. Вот оно у нас такое. Это вам, а это мне. Кодак сделано, в общем, в Истман Кодак Компани в Нью-Йорке, 14650. Там еще какой-то, что-то написано было, Кодак. Тут даже, слушайте, на греческом. Ну, я, к сожалению, или к своему стыду, уж не знаю, как. Ну, если позаниматься по 15 минут, хотя бы дней 5, то могу вспомнить и заново изъясняться. На греческом, короче говоря, написано. Потом даже на арабском, скорее всего. Ну, и тут у нас торговая марка. Кодак, Голд, Простар, Фотолайф. Кодак, 1996 год. Перерабатываемый значок, скорее всего. Кат или Кэт, 8, 5, 7, 0, 3, 19. И внизу 0, 4, 17, 78, 5, 7, 0, 1, 3, 5. Вот то, что я читала там вот. Фокусируйся, камера. Не бликуй. Не отсвечивай. Ну, я надеюсь, что оно сфокусировалось. И, короче говоря, вот как он вышел, так он и купился. Покупала его еще моя мама. Напробовали мы его в Питере в 1996 году, когда туда впервые в жизни поехала. Помнится немножко отвлеченная такая тема, да. Ну, зная меня, если вы мой зритель-пальтыщик, то бишь, смотрите меня практически постоянно, бесперерывно, круглосуточно. Шука. Хотя, может быть, кто-то и круглосуточно смотрит. Знаете, что я начну с одного, могу на что-то еще прискочить. Короче, общая такая тема. Вот опробовали мы в Питере этот фотик летом 1996 года. И помню, мы с маманой, ее подружкой и детем, друзья семьи, семья друзей, как я их недавно обозвела. В общем, мы с маманой и семьей друзей выползаем в Питере из поезда. Я такая офигевшая, увидев кучу людей, говорю, фигайся, тут тоже люди живут. Это типа перл-лёри. Так, то, что видели вы, теперь то, что вижу я заново. Ну, тут было кодек, просто так, 222, 35-мм камера. Кодек, потом, значит, официальная картинка этих самых спортивных олимпийских игр. Видимо, тогда какие-то игры были. Тут у нас уже заклеено слегка скотчем. И, видите, коробочка такая местами потертая. Что тут у нас? Кодек, просто так, 222, 35-мм камера, мотор, автоматическая, чего-то там. И здесь примерно то же самое. В общем, вот здесь с этой стороны, которая у меня, она менее потертая, чем та, которая у вас, автоматическая перемотка. Кодек, Голд, батарейки еще там были, по-моему, такие же кодековские. Ну, а которая ко мне вот здесь уже без перевода на русский, но такое потертенькое. И вот я его как-то думала выставить на Авито, продать рублей за 300. И, по-моему, даже выставляла, а может, только думала. Ибо мне он совершенно уже без надобности, он давно лежит. Ой, как у меня волосы хорошо отросли. Я еще сегодня завивалась. И как бы сегодня планировался обзор немножко другой камеры, вообще видеокамеры. Но что-то там случилось, я вообще удивилась, что мне позвонили и сказали, что так быстро доставлено. В общем, оно еще не доставлено, но как-то волосы, ноготочки. Марафетик, короче, остался. В общем, вот такая коробочка. Так, видно там вот. Против света-то. Посвети на меня камеры. Ты, конечно, не Сонька, но все же. Короче, там вот была, кстати, тут еще проводочек, но, видимо, проводочек уже не есть. Была там дырочка под проводочек, дырочка под коробочку с батарейками, под сам фотик, ну и инструкция по применению. Проводочек, хотя тут проводочка не указана. Может быть, проводочек этот был уже отдельно, ХЗ. Поставить не как, чтобы оно лежало, чтобы вы видели. Я думаю, вы не против. Я тут внезапно вспомнила, что у меня есть колебаса, как минимум три штуки с бомбильками. Одна из них, четыре бомбильки, потому что одна из них такая уже. Первая самая моя бомбилька, но она треснутая. Жалко выкидывать. Первая бомбилька, которую я в 2008 году еще покупала. Эту парочку, вот я как вспомнила, угадала, вот сама колебался, и бомбилька мне заработала. Я заработал заодно, мне прислал клиент. Вот, с клиентом до сих пор общаемся. И вот я тут что-то вот заварила мне эту матышку. Сейчас еще не пять вечера, поэтому вполне можно пить и не думать, что будет бессонница. Учитывая, что у меня уже шесть дней, а вчера я правда по три десять легла. Как бы не в шесть, не в пол шестого, где-то около четырех, наверное, заснула. Но может чуть раньше, чем около четырех. Может быть в пятнадцать, четыре где-то так. Но около четырех получается. Разбудили меня еще где-то без двадцати десять ложным сообщением, что моя камера на месте. В общем, вот такой вот кодек. Так, сейчас будем крутить, вертеть. Триста шестьдесят градусов, вообще, блин. Вот, сюда вот в шик, включите вспышку. Сюда вот в шик, выключили вспышку. Ну, вот эта кнопочка у нас, конечно, щелкала. Она сейчас не щелкнет, потому что тут у нас нет пленочки. У меня вообще есть несколько где-то вот на глубине сибирских руд пленочек и черно-белых, и, возможно, даже цветные. Да, и цветные, и черно-белые остались, а черно-белые еще от фотоаппарата моего отца, от фотоаппарата, наверное, еще моих этих предков, которые уже не жилые, не живые. И некоторые из них я, не знаю, по какой-то инициативе, был у меня такой момент, я куда-то их раздавала, некоторые у меня остались, а, в общем, некоторые у меня в свое время даже уныкались на пожизненное и так и не вернулись. Ну, пленочки уже использованные, вот такие вот, чтобы кассетку вставить, у меня еще такой нет, к сожалению или к счастью, не знаю, в общем, у нас тут кодек ProStar 222, автоматическая, электрическая, электроник флэш. Что они тут имели в виду под электроник флэш? Загадка природы. 35-миллиметровая камера. Он тут слегка его можно протереть, это стеклышко, потому что немножко в пятнах тут у нас задвижечка. Значит, нажал, точнее, сдвинул кнопочку вот так вот. Тут у нас, да, тоже немножко, видимо, от переезда какие-нибудь, может, пилинки попали. Глазок такой задвинул обратно, глазок закрылся. В общем, что у нас тут еще может быть? Вот здесь вот, да, здесь была какая-то веревочка, или она специально отдельно покупалась, или она, мне кажется, она все-таки здесь была, но, может быть, она у меня к какому-нибудь фотику потом привесилась, а, может быть, вообще к ней переросли ноги. Тут у нас, вот вы смотрите в такой маленький квадратик, вот я сейчас смотрю большой квадратик, и почти вижу свой лоб или что-то, да, почти вижу свой лоб. А вы смотрите в этот маленький квадратик. И я вот смотрю по квадратик, и вижу саму себя, как смотрящую в квадратик. И тут у нас еще такое, как бы, колечко, не колечко, кружочек, не кружочек. Он то ли красным, то ли зеленым должен был загораться, когда батарейки вставлены. И такой значок вспышки. В общем, если вот сюда потянуть, я хотела потянуть назад, оказывается потянуть. Если, в общем, потянуть вот эту штучку вперед, то щелчок. И у нас тут открывается святая святых. Вот, наверное, потому я и хотела два года назад купить, а не было в наличии. Но в этот раз, я надеюсь, что мне все-таки к 25-му, как написано изначально, на сайте ее доставят, камеру, которую можно покрутить, и увидеть, что снимаю я, что там показывается вообще нафиг. А то тут не поймешь, что ли я показываю, что я там показываю, и туда ли я показываю. Ну, как бы, если бы я снимала на штативе, я бы приноровила, это было бы видно. Понятно, сразу тут я на экшенную, лентяйка, да, фильм, энд, закончился фильм. Пленка закончилась. Use it, кодек, фильм. Окей, ноу. Ну и показано, как правильно там должно быть. И вставлять эту пленочку. Последний раз, помню, на почте заказывала эти фотки. И у меня была такая еще у бабушки, сестра была двоюродная на левом берегу. Дом уже, там, треть дома ей принадлежала, уже давно продан. Но сестра у меня, внучка этой бабушки, живет то в Ростове, в Великом, то в деревне какой-то под Нижним Новгородом, то в Ярославле. Короче, давно мы, года три, может, с ней назад виделись. Как-то так, уже прилично времени. Я даже не помню, я тогда уже делала обзоры какие-нибудь на YouTube или еще нет. Я увидела только сейчас. Может, раньше видела, но не замечала. Или видела, но вообще не обращала внимания. Ай. Короче, И и Аш. Потом вот такое чисто, как вот выгравировано. И беленьким написано Z-076. Прям 76 этот код, который на машинах Ярославской области бывает. Ну да, кто не знает, друг еще. Случайно, внезапно. Я из Ярославской области. Ей. Тут вот только сейчас заметила. Может, раньше не обращала внимания. Такая вот как бы пружинка. Ну, чтобы она крепила, держала. Это наш кодаковский пленочек. Вообще интересная такая вещь. Да, вот этот автоматический Маман. Покупала, видать, я у Маман. Все последние модели. Какие там самые оптимальные варианты каких-то техник. Хотя мой папик тоже покупал всякие интересные вещи, которые только-только выходили тогда в Советском Союзе. Но уже не Советский Союз. Уже как бы раздолбавшийся Советский Союз. То есть, новообразовавшаяся Россия на останках Советского Союза. Там, значит, у нас, помню, были часы с кушкой какие-то говорящие. Потом у нас у первых, наверное, появился этот. И в семье, ну, вообще у родственников потом уже у нас у первых появился этот телефон с определителем. Потом он мне что-то покупал, продавал. Как-то так вот ему что-то не нравилось. Я даже помню, у меня когда-то был самый такой древний, найдревнейший первый компьютер. Там вот была вот такая клавиатура, которая, в принципе, не особо чем отличается, ну, не сильно отличается от такой, которая сейчас, допустим, есть у компьютеров. Да, потом был там, по-моему, какой-то дикий такой непонятный монитор. Вообще, вот такие первые компьютеры. В Элене Ребята сериал такой французский, если кто не знает. Загуглите, гляньте, там вот показываются. Иногда, ну, бывает этот первый компьютер, такой странненький, смешной. И помню, пытаются меня заставить полюбить играть. Вот в эту, у сестры тогда была приставка. А, приставка, в смысле, компьютерная какая-то там, Дэнди, что-то такое. А меня вот в этот Супер Марио пытались заставить играть, там, в какую-то змейку. Ну, и я сидела не настолько близко, не настолько далеко. А потом уже тупо это все подсоединялось к телевизору. Ну, как-то, в общем, недолго у меня вся эта техника побыла. Я не знаю, в каком там году, вот эти все, в 92-м, что ли. Ну, только-только по эти компьютеры как-то появлялись. В общем, какие-то очень редкие вещи он покупал, которые, как бы, с одной стороны и надо, а с другой стороны, вполне может без них прожить. Так, и что у нас осталось тут? Осталось у нас тут, я думала, что это за кнопочка. Думаю, сейчас нажмешь, как в Соньке фотике или в Кассио, и откроется отделение. Там, значит, как бы карта памяти, флешка, да, и аккумулятор. Но какие карты памяти и аккумулятор в 96-м году? Это у нас, оказывается, не зря картинка-то нарисована и со стрелочками такой, мотающаяся. Это перемотка пленочки. Вот. Я ее сюда сдвинула. Я подозреваю, что я сейчас открою крышечку. В общем, вот. Сдвинула я. Вот она. Да. Открываешь крышечку, и пленочка обратно перемоталась. А вот когда крышечка открыта, фиг ты ее перемотаешь обратно. Не дает нам что-то такое там. Ну, как бы пальцем можно сдвинуть, и оно сразу обратно пойдет. Ну, чтобы сдвинулась и закрепилась только с закрытой крышечкой. Дальше у нас еще есть одно отделение. Вот здесь вот. Что бы здесь могло быть? Ну, уже понятно, что флешек-то не было, да, этих аккумуляторов. Как бы, ну, были такие батарейки, которые можно было подзарядить много-много раз. Они были как бы своего рода аккумулятор. Но не было именно такого аккумулятора, который можно, допустим, вот, воткнул дырочку в фотик. Правда, вот у меня у родней был у них одно время фотик. По-моему, сейчас даже есть. У них аккумулятор достается и подзаряжается отдельно. А когда я ездила первый, не, второй раз, наверное, да, первый раз, когда я ездила в Карелию, у меня что-то стал глючить мой фотик. Я не помню, то ли я еще не успела заказать себе новый, то ли как-то так, то ли не была уверена, в чем проблема. Я брала у своей подружки Маши фотик, а у нее был Кэнон. Кэнон такие тормозные по сравнению с Кассио. Но Сонька тоже в этом плане, когда снимают фотки, она более тормозная, чем Кассио. Ну, в общем, Кэнон и Сонька это не Кассио. И, короче, там вот тоже у Машиного, что, видимо, это у всех практически, наверное, у всех Кэнонов, что у родственников, что вот у Машиного Кэнона, там надо было доставать аккумулятор, специальную такую фиговину сувать и подзаряжать. Нельзя было, вот, допустим, как Кассио или Соньку, воткнуть дырочку в дырочку, в проводочек, в розеточку, и вот тебе счастье. Короче, щелк. И тут у нас отделение под две батареечки. Еще раз. Вот. Вот оно. Чуть-чуть вот так сдвинули кверху. Оно щелкнуло и открылось. Вставляйте сюда свои две батареечки. У меня, не знаю, где-то, может быть, есть две батареечки, но вот точно уверено, что у меня есть две мизинчиковые батареечки. Сюда надо две пальчиковые батареечки. В идеале, конечно, кодековские батареечки. Да, все-таки, наверное, пыль скапливается иногда. Может, при переезде немножко. Даже внутрях того, что лежит в коробочке. В общем, у нас тут можно сюда сдвинуть, перемотать пленочку. Можно открыть по стае батареечки. Можно приделать веревочку и повесить на ручечку. Был такой точно проводочек. Может, все-таки ему кто-то приделал ноги. Вручную открывается у нас задвижка, шторка. Потом вручную у нас сдвигается вспышка. Нажал, открыл, вставил пленочку. Поправил так, чтобы она вот до сюда заходила, вот так ровненько, глядя на инструкцию. Закрыл. И давай щелкать. Вот, у меня даже сейчас прощелкнулось. Такой. Как бы памятный такой кадр вам. Вспышки, конечно, не было. Наверное, сейчас просто светло у нас, да? Тогда без вспышки обойдемся. Просто щелкнем вас напоследок. В общем, вот такой у меня обзор кодек. Да, кстати, еще не совсем конец обзора кодека. У меня же тут еще есть инструкция по применению. Я помню, как моя маман переводила эту инструкцию по применению. А почему, спросите, она ее переводила. Все здесь хорошо. Но, сдается, мне тут нифига не было по-русски. Моя маман изучала как бы этот французский. Хотя нет, вот здесь вот есть немножко по-русски. Все-таки есть по-русски. Значит, возможно, она что-то другое переводила, и я, возможно, путаю. Ну, да, как бы всякая разная техника была. Вот у нас тут на что нажать, куда поставить, как засунуть батарейки, как расположить пленку, если вы по картинке не понимаете. Вкл-выкл. Солнышко или, как ее там, вспышка. Тут точно так же. Правда, на картинке оно у нас все ингришем. Видимо, потому мама напереводила. Ибо ингриш все же не в франце. А дальше у нас руководство по эксплуатации устройства фотоаппарата, счетчик кадров 1, спусковая кнопка затура 2, видоискатель 3, сдвижная крышка объектива, защелка крышки объектива, выключатель вспышки, индикатор готовности вспышки, валик перемотки, защелка задней крышки фотоаппарата, крышка отсека батареек, наматывающая катушка, место крепления наручного ремешка. А, все-таки был ремешок, кто-то придел ноги. Потому что я не припомню, чтоб я сама отсобачивала, присобачивала к другому, допустим, фотику, да, этот ремешок, потому что обычно у фотиков, которые как бы уже покупаешь цифровые, там либо есть ремешок, либо даже нет фигник, куда этот ремешок ссувается. Так, значит, звездочка для транспортировки, пленки, кнопка обратной перемотки пленки, установка батареек, вставки батарейки, ну, в общем, бла-бла-бла, типа А, две штуки, зарядка фотоаппарата, пленка, и пользуйтесь цветной негативной пленкой, светочувствительностью ISO 100 дробь 21 градус, или 200 дробь 24 градуса, или 400 дробь 27. Обычно я, по-моему, чаще всего пользовалась чувствительностью 200, но иногда 400. Откройки и крышка объектива, и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну, кому вдруг будет интересно, сам прочитает. Фотосъемка, фотосъемка вне помещений. Вот что тут интересное такое. Сейчас прочитаю. Тач, значит, откройте крышку объектива, спусковая кнопка, ну, бла-бла-бла-бла-бла, вот самое там, тут как с локом так написано. Второй пункт. Наведите фотоаппарат на объект съемки. Держите фотоаппарат неподвижно и плавно нажмите на спусковую кнопку затвора. А дальше не закрывайте объектив пальцами. Я подозреваю, видать, были случаи, когда человеки сували пальцы в объектив, а потом пытались это сфоткать. Как только вы отпускаете спусковую кнопку затвора, пленка перематывается, автоматическое расстояние до объекта съемки при дневном освещении должно быть от 1,2 метра до бесконечности. Фотосъемка со вспышкой, точно так же, тут чего как, при какой чувствительности, где вы должны стоять, на каком расстоянии, извлечение от снятой пленки. Тут тоже капсул местами. Когда вся пленка отснята, то выключается транспортировка кадров. Дальше капсул. Прежде чем вынуть пленки из фотоаппарата, обязательно перемотайте ее обратно в кассету. В противном случае пленка будет засвечена. Вот, кстати, по поводу пленки засвечена. Я уже отдавала в нормальном состоянии как-то на почту пленку, и там были кадры как раз я с бабушкой, бабушкиной сестрой, там дядь Костя был, еще куча всяких интересных кадров. И эти гады ползучие мне ее засветили. Причем засветили сами еще до того, как отдать туда, где бы нормальные люди работали. Я еще тогда думала, что это мне случайность, а потом однажды я с женщиной, которая тогда там работала, столкнулась несколько раз в разных ситуациях. Я поняла, что, видимо, все-таки, ну, одно дело, когда вы попали на человека в плохом состоянии, настроение, этот человек был, другое дело, когда стабильно в разных ситуациях вы на него якобы в плохом состоянии, настроении попадаете. Думаю, там какая-то личная неприяльность была. Ну, в общем, мерзкая тетка такая была. Надеюсь, с ней все хорошо теперь, и она не делает людям гадостей. Меры предосторожности. Вот тут тоже бла-бла-бла, и опять капсом. Внимание! Уже капсом. Во избежание удара электрическим током. Не разбирайте фотоаппарат. Видимо, кто-то пытался. А потом, возможно, еще и жаловался. Возможно, дефекты съемки, слишком темные фотографии. Фотосъемка без вспышки в условиях недостаточной освещенности. Ну, и тут много всякого такого интересного. Так, если еще такое дело, что-то глазом уцепило. Если батарейки, новые все операции занимают по времени 30 секунд для 36 кадровой пленки. Это, видимо, по поводу перемотки и извлечения. После окончания перемотки мотор отключается автоматически. Это по поводу кадров. Я помню, еще тогда было, в общем, с этим же фотиком такие приколы. Там 36 кадров, там еще иногда было 38 кадров, два каких-нибудь дополнительных. И был такой кадр. У меня даже есть, ну, как бы, распечатанная эта фотка. Семья друзей были у нас в деревне. Мы там жгли костры стабильное у пруда и какой-то там кадры. Я совершенно что-то не подумала, что если щелкнуть и щелкнулось, значит, кадр будет. Я что-то так щелкнула, поза была еще не такая, как вот обычно там ложились, так вот садились. Такой внезапный кадр. Ой! И оно, оказывается, там был кадр. В общем, оказывается, там был кадр, и он как бы так и сохранился. Его так и напечатали. Так, ну да, вот тут на много каких-то языках. Помимо всяких таких кнопочек. Ну, в принципе, оно не суть важно, потому что тут вполне нормально по-русски. Тут у нас, видимо, английский. Тут у нас, а вот, ну, наводило, не знаю, что за наводило, на каком-то языке. Вроде так похоже на английский, вроде так похоже на какой-то финский. Хрен знает. Совершеннейший. Тут у нас, значит, русский. Америкосы русских уважали тогда. тут у нас, возможно, эстонский или финский. Ну, эти точечки или немецкие палочки. Наводк. Наводк. по-у-зити. Я не знаю, как правильно тут прочитать. По-у-зити. По-у-зити. Ну, тут тоже эти галочки. Вот здесь, значит, в одном месте точки и такая галочка, а в другом месте вот такая вот фигнюшка. Краткий слог и обозначается иногда в учебниках японского в разных вариациях. А еще опять же вот такой вот галочек. Так. Сейчас попробую прочитать. Инструкция. Наверное, инструкция, наверное, К и С рядом, которая как СС, так как С стабильно иногда читается. В этом случае считается как С. Инструкция. Ну, и тут тоже все это такое латиница, латиница, латиница. В общем, теперь, наверное, все практически. И инструкцию-то я обозрела вам. И фочек-то я вам со всех сторон показала. Сейчас мы засунем это обратненько. Напоследок я вас еще раз щелкну. Всем улыбочка. Сейчас вылетит птичка и вас заклюет. Нет, птичка не вылетела, заклевывать не стала. Почему заклюет? Обычно говорили улыбнись, там, типа того, сейчас вылетит птичка. В России так говорили, не знаю, может, у вас где-то там не говорили, у нас говорили. Особенно маленьким детям, и не только маленьким детям, а вообще вылетит птичка. Я думаю, птичка просто задолбалась. Вылетать просто. Ну, что, вылетела, и ничего, и не есть не дают, и пить не дают. Вылетит и заклюет. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok